Охуели что ли? Не пойму, бля. Пиздец, сука. Вообще, даже на ощупь. Приятно. Обычно их трогают, да, блогеры все? Проверяют, когда тест-драйвят. Они задолбали уже, блядь, трогать все. Нахуй, я же не механик, ничего интересного тут нет. Лучше ты это не снимай, это я погоняла, называется. Погоняла? Только купила и сразу же врезалась в одного долбоеба. Эй, блядь! Охуели что ли? Не пойму, бля. Пиздец, сука. Ну, конечно, нормально тут. Здравствуйте, ребята. Сегодня будет обзор Кия Церата. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Я вас жду. Будет очень много чего интересного. Полгода назад в октябре вышла новый кузов Кия Церата. И я ее, конечно же, взяла. Прокаталась на ней полгода. И сейчас посмотрим, что под капотом. Ровно шесть месяцев покаталась? Ровно шесть месяцев. Что у нас тут под капотом? А вообще Кия Церата комплектуется двигателем 1.6 и 2 литра. Это 2 литра. Гонит просто пиздец. Разгоняется, наверное, я не знаю, за 5 секунд, бля, охуенная машина. Ну уж не за 5, давай, 10 скажи. За 10 секунд разгоняется, прям пиздец. Летишь. Так, что тут еще интересного? Да хуй, не знаю, что тут. Скажи, нахуй, здесь ничего интересного. Давайте дальше, давай. На хуй, я же не механик, ничего интересного тут нет, в принципе. А это что у нас за херня такая? Да лучше ты это не снимай, это я погоняла, называется. Погоняла? Только купила и сразу же врезалась в одного долбоеба. Ну есть, Гришок. А что, сколько ремонт сказали? Ну, примерно 10 тысяч, в принципе, еще поворотник надо поменять. Ну, херня, да, короче? Так, дальше что ли пойдем? Давай. Давайте посмотрим, как она, в принципе, выглядит. А так, похоже на Optima, что ли, или как ее там, Quaris какой-то там, Киеве. Да, это такой обзор крутой девчонки, ну типа, который похер, да вообще? Так, ну что? Моя тачка. Поздравляю. Так, ну как, нравится вообще? Конечно. Ты полгода, получается, ты пользовалась, да? Да. Катки, что тебя устраивает? Ну, катки, в принципе, 15-дюймовые, но к лету я хочу побольше взять, 18, например. Ну, нормальные, чтобы были, да? Это, наверное, с тачкой, да, тебе давали эти? Да. Обычно блогеры проверяют место сзади, ну, то есть, задние сиденья. Вот, смотрите. Как-то, да? Место нормально, да? Места хватает, знаете, все, отлично. А, купила что-то, да, сегодня? Так, подлокотничек, да? Нормально так, да? Ну да, типа бизнес-класс. Места хватает. Там еще шипы, да, сзади у тебя значочек. Сейчас отменили, это не надо же, да, сночек? Да, они вообще не снимали эту штуку. Так, смотри, машинность. Ну, так, чистенько, да, более-менее. Так, что еще покажешь, расскажешь? Давай вперед. Что еще интересно? Ну, за 6 месяцев ничего масла не меняло, ничего? Нет, не меняло масла. А, думаешь, ну, наверное, 15-ти поесть, что-то его, да, делать? Да. Так, ничего, пока нормально. Как по поводу скорости? По поводу скорости, ну, что сказать. Ну, все устраивает как? По поводу скорости меня все устраивает, в принципе. Больше не хотела бы, да? Нет, конечно. Все нормально. Пока устраивает, пока. Ну что, давайте сейчас насчет салона поговорим. Комплектация тут комфорт. Оплетки кожаного руля тоже не надо, в принципе, мне зачем. И так удобно ездить. Здесь стоит обычный автомат. Так, по поводу музыки как? А насчет музыки? Ну, давайте сейчас насчет музыки. Это, наверное, самое главное для девочки, чтобы снимать себя, когда едешь. Музыка устраивает, да? А это что у нас такое? А, это магнит для телефона. Я заказала его на Алиэкспресс. Если что, посмотрите ссылку. Как клеится-то? Покажи. Да, поставишь, да? В описании ссылку. Ну, нормально тогда выглядит. Ну, вот эти хуйни еще, вот эти вот. Видишь, они похожи, как у Мерседеса. Снимаешь, ты едешь, пассажир снимает ей, и ты просто как будто, блядь, я на Мерсе, нахуй. Здесь значок спрятать. Да, все, ну и прятать не надо, какие сейчас нормально. Ну, тут у меня получается подлокотник уже, там не нужные тигня, как обычно, может. Здесь подстаканники, здесь подогрева сидений, сама ручка. Здесь тоже свободное место, чего можно поставить, без разницы, короче. И, как обычно, уж полная комплектация кнопок управления, полная тачка. Климат-контроля нету, только кондишн, в принципе, есть. Но мне хватает, ничего такого, мне заморачиваться не надо, в принципе. И если потрогать вот эти вот штучки, они мягкие, в принципе, вообще. Даже на ощупь, приятно. Обычно их трогают, да, блогеры все? Проверяют, когда тест-драйв. Они сдолбали уже, блядь, трогать все. Так, ну все, что, багажник посмотрим, задний, наверное. Самое, что, давай теперь минусы. Минус, что фонари очень низко расположены, и они постоянно, периодически пачкаются. И поэтому я, в принципе, замечала у других цирата, как расположены. Пачкаются и не видно, куда он тут поворачивается. Ну да, это с самого начала говорили, это, да, проблема? Насчет бензина, в принципе, тут написано то, что 91+, 87+, я, в принципе, заливаю за нос второй, с самого начала, и все нормально. Ну, не паришься, да, помню? Нет, конечно. Зачем переплачивать? Правильно. Эти штучки все ручное, в принципе. Кнопочки тоже, как бы, все как у всех. Оптика обычная, не светодиодная. Новая, в принципе, она. Да, а вот на линзу. Пока, вот линза. Вот линза. Внизу ходовые огни, в принципе, что, нормально. Ничего особенного? Ничего особенного вообще нет. Ну, зато... А там, с виду, идеальная дачка. Да, ну, менять не думаешь? Пока нет. Сколько обошлось тебе? Ну, где-то лям 200, наверное. Но, если у кого-то там лишние деньги есть, то вот даже 700, ой, миллион 700. Ну, это, в смысле, комплектация лучше, да, будет? Да, комплектация будет лучше. Ну, за полгода в итоге советуешь ты машину эту, как? Советуешь. Советуешь? Нравится? Да, все это. Ну, только сделать надо бампер, да, и дисочки, думаешь, поменять, да? Ладно, не снимай, все нормально. Так, все, что у нас самое интересное? Еще-то все, что ли? Самое интересное только вид и кузов. Да, погода в Казани, что скажешь? Солнышко, но холодно. Очень легко едет. Я даже могу без рук лепить. Если прямо, конечно. Ну, 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 понятно. А потом уже потихонечку разгоняешься. Да, так что, друзья, все, мы поехали. Там куда веселиться, не веселиться, подписывайтесь, да? Лайки ставьте. Ссылка где у нас на инстаграм? Ссылка в описании. Так что, вот такие дела. Здесь дома строятся у нас в 21 веке. Это у нас что такое-то? Отпомни. А, это? Ипподром. 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 Очень много будет других роликов, так что подписывайтесь, следите за мной, за нами. Мне кажется, вы не пожалеете. Альбом Евгена рулит. А если что, ребят, тапку в пол и заебеть. А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok